МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какую помощь рассчитывать больным? Нестыковочки, что наговорили подозреваемые в отравлении скрипалей и какие санкции грозят России из-за применения химоружия. Будущее в отношениях между США, Россией, Европой и Украиной. Сегодня эксперты и политики пытались ответить на нелегкие геополитические вопросы во время форума ЕС-2018. И все они так или иначе касались Украины, в частности, влияния войны на формирование глобальной системы безопасности, продолжит Данил Снисар. На повестке дня насущные для Украины вопросы. Защита собственных границ, окончание войны на Донбассе. На четвертом году боевых действий обороноспособность страны укрепилась. Но работать есть над чем, считают в Вашингтоне. Об этом в своем выступлении рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Теперь мы готовы усиливать обороноспособность. Хотя она, конечно, уже укрепилась, но все еще остаются проблемы. Мы готовы обсудить с Украиной, что еще ей необходимо. Украине, возможно, нужно подумать над тем, чтобы увеличить количество сотрудников на пропускных пунктах, найти новые пути для получения пенсии наиболее уязвимыми категориями населения. Люди на Донбассе должны знать, что правительство Украины считает их гражданами своей страны. Не забыли и про минские договоренности. Их безальтернативность подтвердил и Волкер, и представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Главный месседж закрытые границы, вывод российской техники и войск. Только так удастся закончить войну, уверены политики. И никаких компромиссов быть не может, заявил Леонид Кучма. Одним из приоритетов внешней политики президента Трампа есть Певничная Корея и безъядерный статус. Я хочу вернуться к Украине в этом плане. На основе Будапештского формата Украина отмолилась от ядерной оружии. Мы хотели продолжать политику нераспространения ядерного оружия, но пример Украины внушает опасения. Что же касается самой Украины, то мы все же смогли реализовать некоторые идеи. Давайте не преувеличивать масштабы и не превращать конфликт с Россией в межатлантический. Ведь те же санкции вредят обычным людям, живущим как в Европе, так и в России. А давление на Штаты вскоре вновь усилят. В Сенате уже занимаются подготовкой нового закона, направленного на уменьшение энергетической зависимости от Москвы стран Восточной Европы. В самом Евросоюзе про Украину тоже стараются не забывать. За последние несколько лет Украина стала страной за границами ЕС, которая получила наибольшую финансовую поддержку от Евросоюза. Так что поддержка Украины довольно существенна. Но самое главное, чтобы мы были едиными в украинском вопросе. Закрывал последний день Ялтинского форума украинский премьер-министр. Первым делом Владимир Гройсман рассказал об успехах, достигнутых правительством. В частности, удалось добиться экономического роста и начать проводить реформы. Наши задачи полагают в том, чтобы поддерживать экономическое взросление. Фундаментальными основами нашей безопасности и благополучия есть несколько факторов. Это сильная украинская армия, это сильная национальная экономика. И вы погодитесь с тем, что экономика имеет очень серьезный потенциал. Безаперечно мы должны утверждать демократию в нашей стране. Также премьер призвал демократические страны усилить поддержку Украины, в частности, в вопросе предоставления нелетального оружия. Отметив при этом, что для того, чтобы приблизить мир, усилий одной Украины недостаточно. Данил Снисор, Максим Чеблин. Подробности. Телеканал Интер. Четыре раза боевики нарушили режим тишины. Сегодня они обстреляли позиции военных возле Авдеевки, Песков, Красногоровки и Чермалыка. Украинские военные были вынуждены открывать ответный огонь для того, чтобы прекратить обстрелы противника. За сутки обошлось без потерь среди военнослужащих. Подробнее Геннадий Вивденко. Погода в районе Передовой резко ухудшилась. Есть время перевести дух. Однако именно под покровом дождя возможна диверсия вражеской группы. Пока спокойно. Они сейчас заховались, а дождь не вылезает. Видимо, погано. Из-за дождя. С утра тут уже было два обстрела и стрелковое вооружение со стороны врага. Напряженность в районе Бахмутской трассы продолжается всю неделю. Каждый день события здесь, в сводке. Операции объединенных сил, как горячие точки. Ну и надо отметить, что украинские бойцы достигли здесь ряда тактических успехов в оборонительных боях. За несколько недель украинские подразделения заняли здесь новые, более выгодные позиции. И уже нанесли ряд поражений противнику в ответ на провокации. Я особо не возбухаю, как говорится, сильно. Боевая ситуация за эти дни серьезно ухудшилась. Поведение оккупантов непрогнозируемое. Их тактика точечные, броски техники с тяжелым вооружением, с целью, как тут говорят, покошмарить. Зенитная установка, естественно, была... Ну как, мы обнаружили и ликвидировали ее. Наглые очень. Ну, за что были наказаны. Я думаю, зенитная установка не несет мир в наш дом. Ну и... В зенитную установку на грузовой платформе с первого раза наши попали управляемой ракетой. Мы видели, как два человека сразу. Там, и легло в кузове. Ну, расчет весь лег. Потом Максим по приказу добивал из тяжелого пулемета технику врага, чтобы ее не отбуксировали и уже никогда не могли бы использовать. Его побратимы, а половина их из Луганской области, с таким приказом командования полностью согласны. Нельзя молчать, когда на тебя, говорят, наезжают. Если промолчишь раз, промолчишь два, то потом и на шею сядут. Так что вот такие дела. Геннадий Вивданко, Сергей Дубинин, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Луганской области. Задержан подозреваемый заказчик убийства Виталий Олешко, который известен под позывным «Сармат». Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил замглавы нацполиции Вячеслава Броскин. По его информации, это 38-летний мужчина, который сразу после убийства «Сармата» 31 июля выехал с семьей в Крым. Но посчитав, что шумиха вокруг убийства улегла, свернулся на родину, где его и арестовали. Новые снайперские винтовки и карабины натовского калибра. А также тысячи патронов к ним теперь на вооружении ВСУ. Бизнесмены передали 450 новейших комплексов снайперам десантно-штурмовых войск. Сейчас винтовки пристреливаются, и уже скоро они появятся на фронте. Больше расскажет Руслан Смещук. Один из военных полигонов страны. Тут снайперы десантно-штурмовых войск осваивают новые винтовки и карабины. Неспешно и методично снайперы выцеливают дистанцию, смотрят на результат, вносят поправки и опять стреляют. Среди новинок, переданных концерном «Рошен-десантникам», 325 полуавтоматических карабинов «Сброяр-Зет-10». Они заменят уже давно морально устаревшие снайперские винтовки Драгунова. В среднем эти карабины бьют дальше и точнее метров на 300-400. А еще они в разы удобнее. Здесь регулируемый приклад, сошки, масса возможных модулей и обвесов для тюнинга. Современное оружие для современной армии. Даже нет, чем сравнивать. Эта оружия очень точная. Главное уметь правильно пользоваться. Вносить все поправки. Досчитывать дальности. «Зет-10» является винтовкой новой. С хорошей оптикой. С хорошим приладком. Эти карабины необычного пока для украинской армии калибра стреляют современными патронами. В отличие от них старые советские даже из одной пачки могут различаться на полтора-два грамма. А это значит или порох они досыпали, или пулю неправильно отлили. Патрон 308-го калибра 7,62х51 НАТО. Выготовленный с лучшей качеством. По сути, они аналогичные с радянским. Но они лучше выготовлены, качественнее выготовлены. В соответствии, у него лучшие баллистичные данные. А вот это уже совсем новинка в отечественном военном снайпинге. Американские винтовки калибра 8,6 миллиметра. Так называемый 338-й Магнум. Такого оружия массово на вооружении украинских снайперов не было. Рошен передал десантникам 125 таких винтовок. 1600 метров – это определенный пострел. Поэтому, по сравнению с Дмитровым, на свой час эта система имела свои достижения, свои плюсы и минусы. Но винтовки, которые получили Украину на сегодняшний день, которые мы сейчас освоим, из которых мы работаем, мы можем работать, они намного лучше и более добрыли. Это основной снайперский калибр, который не является слишком тяжелым, не является слишком легким. Он самый оптимальный. И используется для стрельбы на большой дальности. Кроме карабинов и винтовок, концерн Рошен передал армейцам тысячи патронов. Все это – переход украинского снайперского корпуса на новый уровень. Это оружие лучше, оно комфортнее, оно удобнее. И оно, что самое важное, проще. Этого человека в Украине знают под псевдонимом Серж Марко. Волонтер и военный эксперт. Последние годы он активно занимается развитием армейского снайпинга. По его словам, принимая на вооружение новые карабины и винтовки, Украина наконец-то сокращает десятки лет отставания от лучших армий мира. Мы идем в сторону НАТО. То есть это натовские калибры, они у нас не имели аналогов в советской системе, потому что советы развалились давно, а стрелковый мир, он развивался, шел вперед. Это уже новый уровень снайпинга, потому что существующие винтовки СВД давали возможность стрелять максимум до 800 метров. И для того, чтобы стрелять на 800 метров из СВД, это нужен еще очень-очень неординарный стрелок. Уже в ближайшее время снайперы с новым вооружением станут на защиту территориальной целостности Украины на востоке страны. Руслан Смещук, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Россия хочет оккупировать Азовское море так же, как и Крым. Об этом заявил Петр Порошенко в интервью за Вашингтон-Пост. Остановить потенциальную угрозу помогут лишь санкции. Подчеркнул глава государства, в частности, по словам президента, именно они способны удержать Россию за столом переговоров и прекратить агрессию. Сегодня же президент побывал с визитом в Кропивницком. Он приехал на день города, прогулялся центральной улицы и сфотографировался с жителями. Незапланированная прогулка растянулась на несколько часов. Петр Порошенко также посетил 3-й полк спецназначения имени князя Святослава Храброго. Там он лично поздравил с днем рождения героя Украины Александра Трипака. Я подписал свою требу, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты работы, уровень грошового обеспечения украинского воина должен быть выше за среднюю заработную платную промышленность. И за моим наполяганием, в Збройных силах Украины солдат должен получать не меньше 10 тысяч гривен. Премьер-министр накануне Дня Спасателя поздравил сотрудников ГСЧС с профессиональным праздником. Владимир Гройсман подчеркнул, сейчас задание правительства обеспечить спасателей техникой, оборудованием и повысить заработные платы. Он отметил, что финансирование службы уже увеличено в три раза. Сотрудникам передали ключи от более чем 200 квартир, а минимальная зарплата увеличится до 9 тысяч гривен. Украинскому суспільству вы имеете щироповагу, вы имеете авторитет. И наше завдание сегодня, влады, сделать так, чтобы наш рятувальник был обеспечен, чтобы у вас была достойна заработная плата, чтобы вы имели наиболее технику для рятувальни. И это завдание мы выполним. Он прошел все горячие точки на Донбассе, но погиб под колесами лихача. Чуть меньше месяца назад 23-летнего бойца АТО Богдана Кузыка на бешеной скорости сбил автомобиль черкасского бизнесмена. Все это время полиция перекидывает уголовное дело о смертельном ДТП из одного отделения в другое, а водитель машины гуляет на свободе. Почему, расскажет Станислав Кухарчук. Награды, синий берет и фото с траурной лентой. Это все, что осталось у Натальи Александровны от ее младшего сына Богдана. В свои 23 парень прошел АТО, выжил после тяжелейших ранений, а погиб на дороге. А это его порадка, которую ему не пришлось даже одевать. Вечером 23 августа на мопеде парень направлялся к матери, чтобы помочь довезти сумки до дачи. Машина черкасского предпринимателя Александра Полишко сбила Богдана буквально в километре от места встречи. Когда мама прибежала на место ДТП, сын был еще жив, а его убийца пытался избавиться от доказательств. Полишко было в машине видеокамера. Он хотел его, эту видеокамеру взорвав и хотел выкинуть. Он просил следчего, чтобы отдал ему карту памяти. Картина на месте ДТП шокировала даже опытных водителей. Машина протащила мопед Богдана почти полторы сотни метров. У нас скутер валяется. Есть чувак на авиа, стоите. Такое чувство, что он вообще не тормозил. Авария произошла на глазах у десятков очевидцев. У въезда на черкасскую дамбу придорожный магазин, две заправки и рынок. Но найти свидетелей оказалось нелегко. По телефону нам удалось связаться лишь с работником одной из заправок. Он рассказывает, машина летела на бешеной скорости. Он даже не пытался затормозить. На мою думку, что он просто его не заметил и ударил его прямо по центру. Он даже не пытался как-то обминуть. Богдана с машины скинул через 82 метра. Сослуживец Богдана показывает схему ДТП, составленную полицией после аварии. Водитель иномарки врезался в мопед как раз на островке безопасности, когда Богдан поворачивал на другую сторону дороги. Алексей уверяет, на этой схеме расследование и заглохло. Производство по факту аварии открывало золотоножское отделение полиции. И лишь через две недели районные правоохранители передали его черкассы. Или полная некомпетенция, или затягивание дела. Должен быть следственный эксперимент, должны быть экспертизы. А если погода ухудшится, то в этом году, возможно, не получится их провести. Водитель машины с родственниками погибшего и с журналистами общаться отказывается. Его версию обнародовал защитник Василий Демчик. Совсем недавно этот адвокат добился условного срока для убийцы Ильи Новикова. Вины своего нынешнего подзащитного Василий Демчик тоже не видит. Дескать, ехал с допустимой скоростью, а мотоциклист сам бросился под колеса. А то, что автомобиль протянул мопед больше сотни метров, объясняет просто. Это как бы на санках. Вас кинуть на санки и запустить. С швидкостью вы ехали 50-60 километров. И раптом вас садят еще на что-то. Вы хотите затормозить, а нет чем. Установить правду могли бы дорожные камеры наблюдения и видео с регистратора автомобиля. Прокуратуре уверяют, что следствие обязательно их учтет. Мы все это знаем и в процессе, в ходе досудового расследования, все это будет проверено. И на данный момент они долучены. Долучены камеры. Видео, камеры спосторожены. А вот с экспертизами сложнее. Как правило, они могут тянуться месяцами, а иногда и годами. Ускорить процесс и полиция, и прокуратура. Не в праве. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. В Полтаве в отставку отправили мэра Александра Мамая. Это произошло после тайного голосования депутатов Гурсовета. Причин множества. Среди них повышение цен на проезд в городском транспорте, легализация мафов и злоупотребление в коммунальной сфере. Сейчас город фактически возглавил новоизбранный секретарь Гурсовета Александр Шамота. Он же глава фракции социалистов в местном совете. Через выполненных маршрутки, через детей, которые не получают еду в школах и детских садочках, через то, что происходит в коммунальном предприятии, через те ямы, те дырявые дахи, которые есть сейчас в городе. Именно поэтому моё главное завдание сейчас – это объединять вас. Это ответ наше, всем тем фракциям, всем тем партиям, которые сегодня говорят о том, что невозможно объединяться. В Полтаве, в первой Украине, объединялись все. Объединялись, чтобы защитить простых людей. И я приветствую руководителя фракции нашей политической силы Александра Шамота с оборудованием, фактически, местным головой. Скорая не приедет, все в отпуске. В одной из громад Тернопольской области уже четвертый месяц никто не выезжает на вызовы к пациентам. Как люди выживают? Без экстренной помощи узнавали мои коллеги. Большой замок на двери и записка с контактами районного диспетчера в окне. Так выглядит пункт скорой помощи в Коробце. На вызовы к пациентам здесь не выезжают уже четвертый месяц. Человек помирает, никто не приезжает. Аж поехали, привезли лекаря, и то без медикаментов. Аж с района приезжает, швидка, тогда человека забирают. И до того времени, если бы было что-то хорошее, то человек может помирать. Пункт скорой помощи в Коробце обслуживает около 6 тысяч жителей. Но начиная с июня фельдшеры начали уходить в отпуск. На дежурстве осталась одна бригада, которая работает только ночью. В день не едешь, швидка, только в ночи. А в день человек не терпит до вечера. Людина может помирать, не все мают машины, не каждый может повезти человека до лекаря. Сейчас еще один работник в отпуске. Людина приходит с отпуском, и все будет нормально. Круглодобаво. Пункт скорой помощи в Коробце находится в подчинении монастырской подстанции. Там объясняют, раньше на время отпуска сотрудников искали замену. Но теперь денег на это нет. По области экстренная медицина недополучила почти 30 миллионов гривен. Вот и приходится экономить. Мы на нараде каждый месяц там говорим, кто сколько экономил. Там дают, допустим, на станции экономить столько-то тысяч. И мы должны экономить. А мы зарплаты еще не отримали за серпень месяц. Сегодня все тяжелые случаи в Коробце обслуживают скоро из района. Правда, из-за ужасного состояния дорог едет она сюда час, а то и больше. Остальные вызовы принимают семейные врачи. Пациентам добираются пешком. Машин в амбулатории нет. Продержаться жителям Коробца нужно еще неделю. С понедельника на работу выходит фейшер-отпускник. И скорая сможет обслуживать пациента в обычном режиме. По крайней мере, до следующего сезона отпусков. Жанна Тучак, Зиновий Автонас. Подробности Телекал Интер. Тернопольская область. Впервые вновь сегодня в Киеве прошел праздник победителей 2018. Это большой семейный пикник для детей, которые смогли побороть рак. Как прошло мероприятие, расскажут наши корреспонденты. У Антона все началось в третьем классе. На шее появилась небольшая шишка. Сказали, лимфоузлы воспалились. Но пару лет спустя, после биопсии, анализы показали, это рак. Мы начали лекарство. И уже буквально после первого-другого тижня, когда начали вводить химию, у меня она начала шею спухать. И все начало стабилизоваться. Я пришел. Четыре блоки химиотерапии. И также еще курсы лучшей терапии променевые. И уже после этого на втором анализе ПЭД в Киеве показалось, что, слава Богу, мы прошли, мы минули эту хворобу. Говорит, после года лечения в школе его возвращению обрадовались. Ощущалась колоссальная поддержка от друзей, учителей и одноклассников. Но были и такие, кто не верил, что мальчик вообще вернется из больницы. Деякие, даже, можно сказать, похоронили. Потому что для многих людей в нашей стране, на прилик, жаль, это такая совковая думка, что рак – это вырак. Что все, кто уже хворен на рак, он не имеет права на жизнь. Это не вырак, потому что после онкохвороба начинается больше жизни, яскорее жизни. Сегодня здесь, на празднике победители, организованном благотворительным фондом таблеточки, таких, как Антон, около сотни. Все они прошли мучительное лечение и смогли одолеть болезнь. На этом семейном пикнике они рассказывают свои истории, делятся опытом и общаются с теми, кто прошел такой же путь. Это праздник детей, которые победили рак. Мы отмечаем их самое большое достижение на сегодняшний день, самую большую победу и праздник жизни празднуем. Это очень важно. И это очень важно для всей семьи, потому что болеет не только ребенок, болеет вся семья. Сегодня на празднике, помимо детей, также волонтеры, благотворители и доктора. И все убеждены, что подобные мероприятия помогают детям, мотивируя их продолжать борьбу. На самом деле, они очень вдохновляют, потому что мы, в одной из мотивационных частей, перед тем, как начать лечение, показываем, в основном, такие сюжеты, фотографии, истории детей, которые завершили лечение успешно. Потому что есть всегда аналогичные случаи. И детей и их родителей это очень мотивирует. Они видят, до чего можно прийти. Так что они, как научный приклад, на самом деле, это очень нужно. И я очень рад, что это организуется. Сейчас в Украине рак побеждают около 55% детей. Но этот показатель может быть выше. Например, в Соединенных Штатах излечиваются 85%. В фонде говорят, их цель – достичь таких же показателей. Действительно, не можно задаваться, потому что ликование – это такая штука. Если ты дадут эту слабеньку, то она тебя взломает. То есть, это девиз преимуществ в «Нейр Геоп». Он действительно действует. Очередная сенсация на Ближнем Востоке. Израиль продает оружие своему давнему врагу в Саудовской Аравии. Но, как выяснилось, страны уже давно не соперники. И решили объединиться в борьбе с новой угрозой. С какой именно, расскажет Сергей Ослендер. Это сенсация даже не регионального, а, наверное, мирового масштаба. Израиль продает Саудовской Аравии оружие. Причем не просто оружие, а знаменитую систему противоракетной обороны «Железный купол», которая так блестяще показала себя в 2014-м, во время войны с Хамас. Саудитам комплекс нужен для защиты своих городов от ракетных обстрелов еменских повстанцев-хуситов. Это классическая иллюстрация к поговорке «враг моего врага – мой друг». Оружием шиитских повстанцев снабжает Иран. Главный соперник «Р-Рияда» в ближневосточных делах и главная стратегическая угроза для Иерусалима. Дальнобойные ракеты хуситы получают именно от Тегерана. Поэтому «Р-Рияд» объявила сделки публично, давая понять, насколько изменились его приоритеты. Теперь главный враг саудитов не в Иерусалиме, как было многие десятилетия, а по другую сторону Персидского залива. И он намного опаснее, если учесть тот факт, что именно иранские ракеты, выпущенные хуситами, сегодня падают на саудовскую столицу. Для Саудовской Аравии гораздо важнее защитить себя от Ирана, в том числе от хуситов, которые являются его передовым крылом борьбы с Саудовской Аравией. И ради этого, конечно, пойти на договоренности с Израилем. Это естественно, очевидно и самый прямой и простой ход. За последние десятилетия Иран смог создать на Ближнем Востоке настоящую шиитскую дугу от Йемена до Ливана. Везде действуют его сателлиты. Тегеранские отряды воюют в Сирии, приближаясь к израильским границам. И этот факт тревожит Иерусалим сильнее всего. Нам пытались долго объяснять, что главная проблема Ближнего Востока – это противостояние Израиля и арабов. На самом деле, главная проблема Ближнего Востока, как мы сегодня очень четко видим и понимаем, это противостояние суннитов и шиитов. В свое время ходили слухи, которые Иерусалим и Эр-Рияд упорно отрицали, что Саудовская Аравия предоставит Израилю свои аэродромы для возможного удара по иранским ядерным объектам. Сделка по продаже железного купола на стадии завершения. Первая батарея должна поступить на вооружение Саудовской армии уже в начале следующего года. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Мировые СМИ обсуждают громко интервью двух подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля. Какие нестыковки удалось обнаружить и какие последствия могут грозить России? Об этом узнаем из материала Ирины Ивановой. Неумело состряпанная легенда или насмешка? История, показанная на российском ТВ о двух простых туристах, жаждущих посмотреть знаменитый Салсберийский собор, оставила больше вопросов, чем ответов. Пока соцсети потешались над неуклюжими оправданиями подозреваемых Петрова и Баширова, журналисты из известной исследовательской группы Биллингкет и издания Инсайдер выяснили, оба интервьюера соврали о непричастности к спецслужбам России. Оба получили паспорта на свои имена в 2009-м, и в записах о выдаче документов стоят отметки о секретности, сведений не давать и СС, то есть совершенно секретно. До этого времени ни Петров, ни Баширов как будто и не существовали, никаких других паспортов, ни официальной биографии. Как нет и привязки к загранпаспортам, с которыми они пересекли границу. Какими бы ни были мотивы сценаристов этого телевизионного каминг-аута, страны Запада не собираются снимать с России ответственность за применение новичка. Сразу после интервью США анонсировали второй этап санкций за применение химического оружия в Солсбери. В Госдепе предупредили, новый пакет ограничений станет суровым и жестким испытанием для Москвы. Он предполагает санкции против банков, запрет на финансовую помощь, кредитирование российских юридических лиц, экспорт, импорт товаров и другое. Второй этап запустят в ноябре, если Москва не выполнит поставленные ранее условия. Гарантировать неприменение химического оружия и допустить иностранных наблюдателей в свои лаборатории. Но Россия продолжает отрицать причастность к делу, которая, судя по последним данным, может иметь гораздо больший масштаб. В прессу просочилась информация об аресте двух российских агентов, которые пытались получить доступ к информации лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Эксперты этого учреждения изучали химические атаки в Сирии и покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери. Агентов арестовали еще весной в Гааге. Более точную информацию правоохранители скрывают. Ирина Иванова, Валентин Берич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В каких странах бушует тропический циклон? Как в Индии отметили Всемирный день чистоты? И какой спутник сможет отслеживать уровень воды в Мировом океане? Об этом и не только далее в нашем обзоре. На Филиппины обрушился тропический циклон Макхуд. Скорость ветра в некоторых местах достигала 200 км в час, а сам тайфун получил пятую наивысшую категорию опасности. В некоторых регионах оборваны линии электропередач. Более тысячи домов остались без света и доступа к питьевой воде. Спасательные службы сообщают о трех погибших и десятках раненых, в том числе и детей. Готовится встречать ураган Манхуд и в Гонконге. Там уже отменили сотни авиарейсов и поездов. По данным синоптикам, циклон уже к концу дня может обрушиться на мегаполис. Некоторые местные жители решили покинуть свои дома. А те, кто все же остался, скупают в магазинах всю необходимую провизию и воду. НАСА готовится к запуску спутника, который сможет отслеживать уровень воды в морях и океанах. Сателлит оснащен специальными высокочувствительными лучами, которые создают до 10 тысяч импульсов в секунду, позволяя собирать точную информацию о любой морской поверхности. В будущем спутник будет измерять и толщину арктических ледников. Это даст ученым более точную информацию о скорости таяния льда. Турецкая полиция задержала более сотни протестующих рабочих, которые строят новый аэропорт в Стамбуле. Строители недовольны условиями труда и низкой зарплатой. Полицейские применили слезоточивый газ. Более сотни людей задержаны. Новый аэропорт Стамбула станет самым большим в мире и будет обслуживать около 150 миллионов пассажиров ежегодно. Открытие планировалось уже в конце октября этого года. Сегодня во многих странах отмечают день уборки. В Индии по-своему подошли к вопросу чистоты. Премьер-министр страны Нарендра Моди в рамках программы на службе чистоты прошелся по самым загрязненным районам Нью-Дели и лично убирал мусор. Таким образом, Моди привлек внимание к проблеме загрязнения страны и призвал быть более ответственными, соблюдая чистоту не только дома, но и на улице. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ, а в прямом эфире увидимся уже завтра. И желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok